Саудовская Аравия Саурум Байджимбеков и Сальмамбин Абделязиз Аль-Сауд представили членов официальных делегаций. После президента Саурум Байджимбеков с королем Саудовской Аравии провел переговоры в расширенном и узком форматах. Были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Король Саудовской Аравии Сальмамбин Абделязиз Аль-Сауд тепло поприветствовал Саурум Байджимбекова. Выразил уверенность в том, что его официальный визит будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества. Глава государства поблагодарил за теплый прием делегации Кыргызской Республики. Почеркнул, что развитие сотрудничества Саудовской Аравии является одним из приоритетов внешней политики страны. Он также отметил важность углубления торгово-экономических отношений страны и предложил рассмотреть возможность создания Кыргызско-Саудовского фонда экономического сотрудничества. Стороны выразили готовность к развитию двустороннего взаимодействия во всех сферах сотрудничества. В рамках официального визита президента в Королевство Саудовской Аравии в городе Эр-Риад был подписан ряд документов. Так, подписаны следующие документы. О взаимопонимании по сотрудничеству в области гражданской защиты и обороны между правительствами двух стран. О сотрудничестве между правительствами в сфере спорта. О взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования Королевства Саудовской Аравии. О сотрудничестве в области образования и науки и другие. Кроме того, президент Сауром Байджимбеков в рамках официального визита также встречился с председателем Маджлиса Ашура Саудовской Аравии Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль-Айш-Шехом. Сауром Байджимбеков отметил, что по приглашению председателя Маджлиса Ашура в скором времени состоится визит делегации Кыргызстана из числа депутатов парламента, руководителей госорганов и представителей бизнеса. Глава государства выразил уверенность в том, что кыргызско-саудовские отношения и впредь будут иметь поступательный характер развития. Абдулла бин Мухаммад бин Ибраим Аль-Аш-Шех подчеркнул, что готов и далее прикладывать максимальные усилия для наращивания совместного взаимодействия Кыргызстана и Саудовской Аравии. Далее глава государства встретился с заместителем председателя Совета директоров, исполнителем директором Саудовского фонда развития Халидом Аль-Худайри. Глава государства выразил благодарность фонду за сотрудничество, отметив, что высоко оценит помощь в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, обеспечения чистой водой населения, реконструкции автодорог в областях. Кроме того, он обратил внимание фонда на реализацию бизнес-проектов по содействию малым и средним предприятиям в регионах страны. Заместитель председателя Совета директоров Саудовского фонда развития выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по реализации проектов с соответствующими государственными органами страны. После встречи также накануне президент посетил новый комплекс зданий посольства Кыргызской республики в Саудовской Аравии по случаю его открытия. В церемонии открытия приняли участие губернатор Эр-Риада, принц Фейсал бин Бандар Аль-Сауд, член официальной делегации Кыргызстана, представители Дипкорпуса, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии. На открытии прозвучал национальный гимн, торжественно поднят флаг Кыргызстана. Президент отметил, что это посольство является не только связывающим мостом двух стран, но и свидетельством крепкого партнерства. По воле Всевышнего, при личной поддержке служителя двух святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель-Азиз Аль-Сауда, мы сегодня открываем новое здание посольства в городе Эр-Риад. Возвышается кыргызский флаг, мы свидетели исторического события. Верю, что сегодняшний день займет место в наших сердцах и всегда будет в памяти. Всех вас поздравляю с этим радостным событием. Далее Суром Байджимбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии. Глава государства поздравил соотечественников с открытием нового комплекса зданий посольства. Он отметил, что всегда рад встречаться с кыргызстанцами, проживающими за рубежом, и подчеркнул, что в рамках официального визита были успешно проведены переговоры с Саудовской Аравией на самом высоком уровне. Подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление совместного сотрудничества. Глава государства пожелал соотечественникам успехов, достижения цели и крепкого здоровья. Встреча прошла в формате вопросов и ответов. Ну а сегодня президент Сурумбаджимбеков в рамках официального визита в Королевство Саудовской Аравии встретился с президентом Исламского банка развития Бандархаджаром. Обсуждены текущие состояния и перспективы двустороннего экономического инвестиционного сотрудничества. Глава государства выразил благодарность за содействие в реализации проекта в сферах транспорта, обеспечения населения чистой водой и здравоохранения. Предложил разработать проект отдельного документа по стратегическому партнерству между Исламским банком развития и Кыргызстаном. Сурумбаджимбеков обратил внимание банка на инфраструктурные проекты в рамках государственной политики, регионального развития, в частности, по чистой воде, строительству урегационных систем, транспорту и энергетике. В свою очередь, Бандархаджар выразил уверенность в том, что официальный визит президента Кыргызстана в Саудовскую Аравию придаст новый импульс сотрудничеству и принесет большие результаты. Он также отметил, что Саудовская Аравия имеет наибольшую долю капитала в структуре Исламского банка развития. Особо подчеркнул, что отношения банка с Кыргызстаном всегда носили позитивный характер, выразил готовность и заинтересованность в их развитии. Президент Исламского банка развития Бандархаджар подчеркнул, что на данный момент на рассмотрении имеется ряд совместных проектов, реализация которых будет обсуждена с кыргызской стороной. Напомним, глава государства находится с официальным визитом в Королевстве Саудовской Аравии, в рамках которого он провел ряд двусторонних встреч и подписаны совместные документы.